В этом году в Ленинском районе должны ввести в эксплуатацию 9 дошкольных образовательных учреждений. 5 из них новые детские сады, а 4 открываются после реконструкции. Одним из таких объектов стал новый корпус детского сада Пчёлка в посёлке Володарского. С предыдущим застройщиком договор подряда был расторгнут из-за накопившихся проблем, после чего проведены новые торги. И вот производственная коммерческая фирма «Гюнай» сегодня подарила, я могу сказать с определённой долей, подарила муниципалитету вот такой детский сад, так как очень многое, что сегодня мы видим в детском саду, не предусматривалось проектом, и это подарок наших строителей. Во время торжественного открытия генеральный директор фирмы «Гюнай» Ализаман Рагимов сказал, что для него строительство социальных объектов всегда было очень важным делом, так как первое образование у него педагогическое. Он вручил символический ключ, заведующий детским садом, после чего вместе с Олегом Хромовым и воспитанницами старого корпуса Пчёлки открыл двери в новый. Нам пристроили новую пристройку на 80 мест, в которой 4 группы для детей, музыкальный зал, физкультурный зал, пищеблок и медицинский блок. В старом здании уже было 6 групп. После открытия нового корпуса детский садик будет вмещать 190 детей. Гости мероприятия осмотрели здание изнутри, посетили спальню, кухню, комнату для игр. Между тем, по соседству с открывшимся учреждением заканчивается строительство абсолютно нового детского сада, ещё на 230 мест. В декабре месяце ещё один детский сад на 230 мест будет здесь сдан, построен. И таким образом, действительно, мы решаем проблему актуального спроса в детские дошкольные учреждения на территории данного поселения. В посёлке Володарского, где ведётся активное строительство жилья, появление таких социальных объектов необходимо. Названия у садика пока нет. Планируется, что его выберут сами дети во время специального конкурса. Дмитрий Книга, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.